Выплату АСП в нашем регионе теперь можно получить в ЦОНе. Кому положена адресная социальная помощь и в каком размере, расскажет Кристина Каспирович. С января 2022 года в Полодарской области внедряется пилотный проект по зачислению назначенной суммы государственной адресной социальной помощи через отделение ЦОН. АСП имеет право получить граждане нашей страны, в том числе фондасы, беженцы, иностранцы и лица безгражданства. Но при этом засчитывается средний душевой доход данной семьи, не превышающий размер черты бедности, утвержденный на текущий квартал. В текущем квартале у нас черта бедности составляет 26 650. То есть при расчете адресной социальной помощи средний душевой доход семьи не должен превышать данного порога уровня. Выплата адресной социальной помощи будет осуществляться за истекший месяц до 10 числа следующего месяца. Таким образом, выплаты за январь будут произведены до 10 февраля. В последующем выплаты будут производиться согласно установленной схеме. Прием заявлений на назначение АСП в 2022 году осуществляется в прежнем формате через порталы электронного правительства и на альтернативной основе через центры занятости населения или акиматы сельских округов. По словам специалистов, одно из преимуществ перехода выплаты АСП на ее получение через госкорпорацию – перевод назначенной помощи на счет получателя в любом банке второго уровня. Зашла речь и о поручении главы государства по субсидированию стоимости жилья. Данной поддержкой могут воспользоваться инвалиды первой и второй группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, многодетные матери и лица, оставшиеся без попечения родителей. Под эту категорию у нас по области попадает 8 395 претендентов имеется. Уже алгоритм определен. Необходимо подать через правительство для граждан заявление и приложить к нему все соответствующие документы. Таким образом, можно арендовать квартиру до 40 квадратных метров для семьи из трех человек, до 60 квадратных метров для семьи из четырех-пяти человек и до 80 квадратных метров для семьи из шести человек. Половину стоимости арендного жилья оплачивает от бассы банк и вторую половину – сам арендатор. Утверждены правила субсидирования стоимости арендного жилья, но алгоритм еще дополняется. Кристина Каспирович, Самолк Алихаза, Алексей Михедов, РТС Ахпарат.